Доброго здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья об улучшении качества жизни. Сегодня говорим о телепатии и ясновидении. Эта тема была интересна тем, кто у нас находится в Телеграме, в группе Академия Счастья, поэтому расскажу о ней. А если будут какие-то вопросы, их всегда можно задать и обсудить прямо в самой группе. Что же такое телепатия и ясновидение? Это способность ясно видеть, ясно чувствовать, ясно понимать. В моем видении это как будто мы смотрим вместе одно и то же кино. То есть бывает такое, знаете, как люди, как говорят, читают мысли друг друга или чувствуют, что с человеком происходит на другом конце света, возможно. Самое главное, что это происходит моментально, то есть нет какой-то задержки общения, задержки времени между этим. То есть бывает такое, что человек чувствует, что происходит с таким близким человеком, даже если он находится, к примеру, очень-очень далеко. И эту способность на самом деле можно улучшить и развить. То есть в каком плане? Чтобы это не было просто чувствование чего-то плохого, например, если человек попал в аварию или в катастрофу, или что-то с ним болит, какая-то приключилась. То есть не только чувствование плохого, но и вообще чувствование и хорошего, и всего. То есть, например, я читаю какую-то книгу или слушаю музыку, или там, например, создаю какое-то произведение, рисую картину. И другие люди тоже могут это видеть, тоже могут это чувствовать без всякого проецирования изображения с помощью интернета или других способов коммуникации. Самое важное, что мы можем вот те вещи, которые мы делаем с помощью технических средств, делать их без них. То есть делать их напрямую. Я как раз написал об этом книгу, называется «Миры вечного познания». Ссылка будет в описании, обязательно скачайте ее и прочитайте. Там очень интересно написано об этом. И теперь продолжим про ясновидение. Бывает такое, что действительно человек боится, что его мысли прочитают. А я хочу сказать, что тут нечего бояться. Если человек чистый, целостный, то что ему скрывать? Наоборот, здорово, если мы сможем общаться таким образом, коммуницировать без всяких промежуточных средств, без телефона, без интернета, а просто даже без слов. То есть мы будем чувствовать друг друга как единое целое, как единый организм. То есть мы можем самостраиваться. И есть специальные упражнения, которые помогают увеличить вот этот навык. Навык телепатии и ясновидения. Кому интересно, вы можете писать в комментариях или прямо мне в личные сообщения. Все контакты я укажу также в описании. И что самое важное, это то, что каждый человек может этому обучиться. Это не какая-то такая способность, доступная единицам. Это есть у каждого в той или иной степени. Просто эту способность перекрывают и не дают нам ей пользоваться. Загружают различными другими вещами, которые нам не нужны. То есть подавление идет с самого детства. Если у ребенка эту способность не отнимать, а дать ему возможность ее использовать, то он будет рассказывать все, что он видит, чувствует. И очень важно прислушиваться к этому, то есть понимать его. И тогда это будет действительно развиваться и улучшаться. И у человека будет уже, ну скажем так, при юношестве, отрочестве, уже будет эта способность развита, наработана, он будет легко чувствовать друг друга. Поэтому очень важно не подавлять ее, а наоборот давать ей возможность расцветать, раскрываться. То есть увеличивать чувственность и свою открытость, и чтобы другие люди открывались. И так мы будем вместе идти навстречу друг другу. То есть мы будем чувствовать друг друга и понимать. И будем действительно как единое целостное существо действовать, как настоящее человечество. Вот поэтому, друзья, я создал проект Академии счастья, чтобы каждый человек мог обучиться действительно способности общаться без слов. То есть ясновидению, яснопониманию, яснослышанию, чувствованию и так далее. И это все возможно. Как раз с помощью процессинга счастья, который убирает негативные восприятия, которые мешают ясновидению, яснопониманию, человек снова возвращает себе истинные свои исконные способности, естественные для каждого, я повторю. Это естественно. То есть это наше, и оно есть у нас. Поэтому давайте вместе объединяться и вот эти способности действительно развивать, тренировать, то есть и чувствовать друг друга как будто самого себя. Я хочу сказать, что очень хорошо в этом помогают парные отношения. То есть когда вы идете навстречу друг другу и открываетесь. И тогда у вас происходит слияние, но в том плане, что вы чувствуете и себя, и другого как единое целое. Попробуйте, а потом напишите в комментариях. Вот. На этом, друзья, на сегодня все. Вам счастья, гармонии, осознанности, ясности, понимания. И до скорой встречи.